так коллеги всем доброе утро скажите пожалуйста слышно ли меня какой-нибудь сигнал в чате дайте отлично много много да это уже радует хорошо давайте начинать я вижу что уже народу человек 40 если кто-то по ходу подтянется то то хорошо ждать мы их не будем слышно и не видно совершенно верно я не буду включать камеру большого смысла в ней нет потому что презентацию вас на экране и будет еще потом 1 2 презентации которыми я заменю эту и а скорость будет явно лучше если камеру не включать так давайте тогда начнем ну во первых еще раз всем привет скажите пожалуйста поднимите руки то есть отметьте в чате есть ли кто-то кто у меня бывал на каких-нибудь семинарах выступлениях на конференциях мастер-школах и так далее так память и кстати презентацию видно на экране видно хорошо значит если у кого-то не видно то этого и соответственно звука нет то это вопрос к вашим настройкам компьютера проверьте их сами потому что большинство все нормально так вижу что многие бывали ну соответственно для вас возможно в чем-то будут повторы для остальных наверно будет что-то новое так давайте я попробую как можно быстрее пройтись по презентациям потому что в общем то это скорее повод для разговора и можно будет в режиме вопрос-ответ разобрать много всего что связано с долгосрочным отношениями с доноров с донорами с выстраиванием их с тем как получать пожертвования больше и чаще то собственно это и есть условно говоря тема нашей встречи ее назвали если я не ошибаюсь как маркетинговые коммуникации фандрайзинг или что-то в этом роде для меня за этим словосочетанием стоит очень много всего практически весь фандрайзинг но если я правильно помню на чем нужно сфокусироваться собственно разговор начинался с рассылок что хорошо бы провести там семинар про ссылки рассказать про них поподробнее но отталкиваясь от этого мы пришли к тому что полезно было бы рассказать вообще про то как выстроить системный фандрайзинг в первую часть частными донорами мы не будем говорить о компаниях тем более о грантах и грантодающих фондах перед тем как этому перейти давайте собственно познакомимся для тех кто меня не знает меня зовут дмитрий даушев в третьем секторе я работаю в страшно сказать уже 25 какой 25 больше уже лет вот но девяносто четвертого года занимаюсь фандрайзингом то есть больше 20 лет вся вторая половина я бы даже сказал что будет не по-русски больше вторая половина моей фандрайзинговой жизни но то есть уже больше половины связаны именно с привлечением частных пожертвований то есть вот 2001 года с момента когда я пришел всемирный фонд дикой природы я занимаюсь исключительно частными донорами ну и вот три года вчера отметили как я являюсь директором по фандрайзингу детских деревень из с это крупная международная организация помогающая детям сиротам мы собственно дающие для них семейные тепло уют ценности и прочее не буду подробнее останавливаться себе добавлю только что я в первую очередь практик то есть несмотря на то что я веду семинары и тренинги иногда по запросам очень очень давно но основная моя работа именно фандрайзинг я не тренер теоретики практик и либо сам либо что чаще в составе команды провожу те самые рассылки и встречи и мероприятия и много много всего и одна из моих любимых тем одна из моих фишек я бы даже сказал фетиши это системности фандрайзинге системность ключевое слово для очень многих процессов которые пытаюсь выстроить дело в том что если вы посмотрите на множество успешных фандрайзинговых организаций включая самые самые крупные фонды они могут собирать сотни миллионов но при этом далеко не у всех из них до сих пор еще выстроены системные процессы что я понимаю по системностью это контроль это контроль за всеми потоками за своим будущим за своим завтра и так далее то есть если вы например проводите гениальную фандрайзинговую акцию с каким-нибудь телеканалом она приносит вам десятки миллионов рублей то это совершенно верно это отличный это большой успех но если у вас гарантии что через месяц вы сможете это повторить если у вас гарантии что в следующем году у вас будет такие же успешные акции такие же большие сборы как правило нет потому что может меняться политика канала могут меняться сотрудники могут меняться приоритеты в общем может быть много всяких изменений и наиболее успешными в долгосрочной перспективе по крайней мере в мировой практике то в общем и в российской тоже оказываются те фонды те организации которые выстраивают процессы зависимые только от вас зависящие только от вас то есть если вы нащупали какой-то канал продвижения развили его так что будет первый канал вас поддерживать или не будет это неважно таких инструментов не так много вот но тем не менее они есть мы сегодня о них поговорим отчасти собственно тема как я уже говорил это не догма это повод для разговора конечно у меня есть презентации мы по ней пройдемся но при этом если возникают какие-то вопросы задавайте здесь же в чате я надеюсь тут есть кто-нибудь искав кто сможет помочь мне модерировать ну то есть по крайней мере будет отслеживать эти вопросы если я буду пропускать будет их поднимать еще раз вопросы пишите здесь очень важный момент это серьезность намерений то есть это винар будет полезен в первую очередь тем кто кто сам занимается фандрайзингом кто планирует дальше заниматься у кого уже есть какие-то вопросы и хотя бы небольшой опыт если вы пришли просто послушать чтобы потом кому-нибудь рассказать польза от этого будет меньше хотя наверно какая то все равно будет вот отдельно хочу сказать большое спасибо маша алешина из всемирного фонда тикой природы потому что она разрешила мне использовать ее презентацию и я к ней в какой-то момент перейду она сделала достаточно подробную анализ рассказ именно электронных рассылок то есть описание той самой системы которую выстроили воев за много-много лет так ну и да еще одна вещь которая про себя не сказал вот здесь справа сверху логотип ассоциации фандрайзеров но собственно я являюсь одним из учредителей и членом совета ассоциации фандрайзеров профессиональное сообщество в общем если у вас будет желание возможность присоединяйтесь это такая в хорошем смысле слова но собственно повторяюсь это профессиональная ассоциация людей которые считают фандрайзеров своей профессии которые считают себя профессионалами готовы в этом направлении развиваться и и те кто принимает правила цивилизованного современного фандрайзера включая какие этические нормы все они описаны на сайте ассоциации небольшой пример я очень люблю эту картинку хотя я уже несколько лет и что-то мне подсказывает что подобную картинку мы нарисуем через полгода кота еще раз собственно почему фокус на частных доноров обратите внимание вот это реальная картина поступлений во всемирном фонде дикой природы примерно вот с 7 по 9 год желтая линия это частники линия такая вот сиренево-фиолетовый кого-то темного цвета это поступление корпоративные что видно что корпоративные поступления довольно рваные то их много то мало и в целом больше чем частных было вот все эти месяцы но при этом что важно корпоративные поступления во первых нестабильны видно порванной линии во вторых они на 60 70 процентов целевые то есть компании договариваются что именно она хочет финансировать и далеко не всегда это то что мы хотим делать иногда приходится с компании идти на компромисс то есть начинать какую-то активность которая им интересна хотя для нас не является приоритетной то есть фактически мы нередко тратим свои дополнительные ресурсы на развитие неприоритетных для нас программ только для того чтобы получить все-таки деньги компании только для того чтобы удержать с ними отношения в надежде потом все-таки вытянуть из них пожертвования на то что нам реально нужно из-за этого могут проседать очень важные ключевые наши активности это вот особенности всех пожертвований компании если посмотреть на частные то видно что линия ровная практически ну там плюс-минус немножко но она придет практически без колебаний и и это стопроцентно нецелевые пожертвования нецелевые это означает то уставную деятельность то есть просто возьмите деньги и делать свое хорошее дело так как считаете нужно то есть это идеальные для нас пожертвования идеальный для нас доноры интересный момент это кризис 2008 года вот тут он отмечен на картинке и видно что после этого в течение нескольких месяцев примерно полгода корпоративные пожертвования стабильно снижались до этого это было просто рваная линия то больше что меньше а тут стабильность стабильное понижение в это же самое время частные пожертвования не изменились никак это желтая линия даже чуть-чуть это подрастали то есть кризис на самом деле всерьез не влияет скажем так не так сильно влияет на поступление от частных доноров я думаю что мы все это увидим в ближайшее время но собственно уже видим многие партнеры корпоративной с которым мы общаемся напрямую в лоб нам говорят что у них сейчас режутся благотворительные бюджеты это первая статья экономии естественно те кто поглупее начинают еще резать и чар маркетинг и прочее вот но благотворительность режут очень многие вот и при этом участники совершенно спокойно продолжают делать пожертвования почему это происходит потому что сумма которую жертву участники как правило не критично для их бюджетов 200 500 рублей 1000 рублей даже если каждый месяц это не та сумма сэкономив которую человек реально выйдет сам из кризиса доля удовлетворения которые получают от пожертвования достаточно велика то есть фактически я экономлю 500 рублей которые мне не спасут которыми никак не помогут большому счету но лишаю себя собственного ощущения что я кому-то помогал а если добавить к этому понимание многими что благотворительным организациям детям сейчас еще сложнее в условиях кризиса то тем более тут еще начинает совесть давить поэтому частный помоги к этому еще один момент добавим что если даже какой-то месяц будет пропущен человек не смог сегодня сделать пожертвовать но сделает через месяц сделает через два то есть в этом смысле это не так критично для нас ибо счет идет на сотни и тысячи таких доноров вот поэтому частные пожертвования то снова стабильного финансирования во всем мире и сегодня мы будем говорить именно выстраивание коммуникации с частными донорами значит не будем останавливаться в деталях важно что потенциально у нас 140 с лишним миллионов долларов но хорошо уберем детей уберем совсем пенсионеров уберем там тех кто ниже границы бедности совсем не то чтобы не очень много зарабатывать получает а совсем ниже границы бедности все равно останутся десятки миллионов и фактически конкуренции еще нет я очень люблю повторять эту фразу хотя она вызывает иногда дискуссии но в целом в конце мне кажется со мной в основном соглашаются что у нас нету еще у нас с вами я имею ввиду некоммерческих организаций фондов пока еще нету конкуренции за частного донора почему потому что такое конкуренция это если один и тот же обыватель сталкивается с несколькими обращениями сделать пожертвования от разных фондов периодически считается саму форму саму форму поддержки виде пожертвований нормальный иногда жертвует и выбирает кому пожертвовать вот если у него будет письмо от нас от детских деревень и от greenpeace и от ввф и его бюджет на благотворительность заранее спланировано составляет 1000 рублей в месяц вот в этот момент мы будем друг с другом конкурировать фактически этого не происходит сейчас у любого среднего потенциального донора нету привычки жертвовать вообще я большинство из них вообще не сталкивалась с нашими обращениями с нашими имеют вообще фондов то есть у них есть выбор при получении первого обращения выбор такой пожертвовать или не пожертвовать поэтому чем больше организации будут заниматься привлечением частных доноров тем быстрее мы друг другу сами поможем то есть тем быстрее мы разовьем у людей привычку жертвовать и да в какой-то момент они начнут выбирать но и слава богу отлично значит мы начнем эффективнее работать если у нас будет уже конкуренция но я думаю что это дело не ближайшего года двух или даже трех рано или поздно это наступит я не буду здесь приводить все ликбезы которые очень люблю там основные законы просто буквально пару комментариев которые нам помогут дальше понять все чем разговариваем мы работаем что называется пересечение аудитории то есть люди которые хотят нам помочь их например там тысячи есть люди у которых есть деньги их например тоже тысячи но это не та же самая тысячи те кто хочет помочь и у которых есть деньги это пересечение этих двух аудиторий может быть 500 а может быть 100 важно стоит некоторая часть только если мы добавим все остальные параметры то выясним что еще мы сделали рассылку на 1000 рублей анализ частично перекрыла первую аудиторию и вторую вот мы получим пересечения уже трех аудитории это окажется всего два человека а может быть 10 может 50 это не так важно их они выяснится что у никого ни у кого из этих людей не было времени чтобы сходить сбербанк не было кредитной карточки а мы просили сделать платеж картой и так далее если мы пересечем все возможные аудитории все причины посмотрим почему люди не сделали пожертвования то во первых для становится очевидно почему жертвует нам не так много авто не так многие во вторых очень важный вывод что если мы не получили от кого-то пожертвования это нормально это не значит человек не хочет нам помогать это значит у него не было карточки в этот момент это значит что он отвлекся на разговор женой или на то чтобы проверить уроки у ребенка это может означать все что угодно но при этом мы можем спокойно обращаться к нему снова еще раз через какое-то время в надежде что на этот раз вот эти вот пересечения параметров или условий его жизни будут совсем другими есть только две причины при которой мы можем остановить попытки получить пожертвования от донора первое донор нас послал да такое бывает что человек говорит идите нафиг не хочу иметь с вами дело может быть такое второе мы сами не хотим с этим донором иметь дело бывают люди которые даже делают пожертвования но они не очень адекватно скажем так и проще с ними и общаться вообще чем в общем проще отказаться от них денег чем поддерживать с ними отношения все во всех остальных случаях донор потенциально могут нам помогать вот те общие правила законы которые очень люблю люблю про них рассказывать перечислены здесь я не буду на них останавливаться совсем если возникнет контекст в процессе сегодняшнего разговора я какие-то из них может быть вспомнил вот но сейчас лишняя них единственное что я выделил вот тут красным подчеркнутым это начну со второго это долгосрочная система отношений с донорами одна из ключевых ошибок фандрайзинга ну я бы сказал ошибка номер два то есть первая ошибка это нарушение ключевого законов фандрайзинга то есть не просить денег а многие и эту ошибку умудряются делать вторая это сказать донору спасибо и до свидания после получения от него пожертвования то есть просто спасибо и не развивать с ним отношения на мой взгляд это вторая грубейшая ошибка фандрайзинга потому что только на самом деле с момента получения первого пожертвования начинается самое интересное если дальше поддерживать отношения донор будет давать больше часть чаще ну и так далее вот поэтому долгосрочность отношений с донором должна быть у вас сразу в планах стратегии и ну и так далее и еще один момент это по поводу того что деньги только часть системы отношений с донором тоже эта ошибка очень популярная когда мы просим у донора деньги он их нам жертвует мы говорим спасибо и забываем про этого донора на месяц на два на три потом снова просим у него деньги опять говорим спасибо может быть даже отчитываемся и снова забываем и так происходит периодически такой донор проживет у нас недолго он сделает может быть одно пожертвование всего может быть 23 но в общем в конце концов ему это надоест очень простая аналогия мне очень нравится сравнивать отношения с донорами с с дружбой представьте себе что у вас есть друг или друзья и и они но например богаче чем вы и вы иногда у них одолжаете деньги ну просто эту в этом нет ничего такого особенного одолжить перекантоваться как говорила машине перезанять чтобы переотдать до зарплаты вы одолжите деньги вам дают эти деньги вы их возвращаете проходит полгода вы снова одолжите еще полгода проходят вы снова одолжите возвращаете ну и так далее и если это будут единственное ваше отношение с этим вашим другом ваша дружба вашей дружбе конец придет очень скоро но если вы в процессе пьете вечером пиво иногда независимости от денег водите детей на утреннике вместе перезваниваетесь кидайте друг другу ссылки в фейсбуке поздравляйте с днем рождения и так далее то есть ваши отношения многогранных много есть ниточек которые вас связывают то тогда вот эти вот деньги которые вам одолживают являются всего лишь частью этих отношений это может продолжаться бесконечно с донорами тоже история донор могут жертвовать вам бесконечно много часто если в перерыве между пожертвованиями вы с ними общаетесь любите их благодарите приглашаете на мероприятие и прочее и это одна из ключевых вещей выстраивание системных долгосрочных отношений деньги это часть отношений говоря грубо на то чтобы один раз попросить нужно провести две коммуникации две может быть три где мы ничего не просим поздравляем с днем рождения читайте наши новости приходить на мероприятие и так далее на остальном останавливаться сейчас не буду ну и вот собственно то о чем мы будем говорить сегодня большей частью это не точно цитирую ленина 10 источников и две составные части источники под источниками я понимаю канутом каналы привлечения доноров их не так много вот я традицию лет 15 назад для себя выделил как основные вот эти я имею до частных доноров это рассылки вложения без адресное обращение прямой диалог или face to face мероприятие интернет что есть вообще сборная солянка ибо там есть все и условно говоря прочие которых тоже 5 вот их тут 10 плюс минус парочку можно еще добавить при желании но важно это вот те каналы или те инструменты с помощью которых мы привлекаем новых доноров в первую очередь теперь если говорить о двух составных частях то никто ничего нового не придумал за последние несколько десятков лет для работы с донорами нужно развивать два направления первое это привлечение второе это удержание удержание она же программа лояльности она же к система коммуникации можно по-разному называть но важно что доноров нужно холить лелеять удерживать и так далее об этом тоже сейчас поговорим подробно останавливаться на каналах привлечения сейчас не буду если эти вопросы возникнут потом мы к этому вернемся принципе вот я их обозначил большинство из вас так или иначе пользуются этими каналами кто-то специализируется на мероприятиях и очень хорошо привлекая доноров кто-то делает гениально рассылки интернетные а может быть даже и бумажные вот мы например в качестве основного фокуса последнее время взяли именно face to face прямой диалог первыми в россии сделать его массово и тут уже кто в чем специализируется но идем дальше идем теперь переходим к ко второй части это удержание для того чтобы донор оставались нами долго платили больше нужно и при этом были счастливы нужно продумать несколько вещей начнем с банального это то что мало кто из нас любит то что надо сознательно держать памяти и вы эмоционально спонтанно никто в этом не задумывается конечно стратегия нужно продумать стратегию вперед на несколько лет какие у нас будут расходы организации как мы планируем их закрывать за счет чего мы планируем привлекать их как мы будем диверсифицировать источники средств и так далее какие ресурсы нам для этого нужны и и прочее у нас сейчас не семинар по стратегическому планированию поэтому подробно я бы на этом останавливаться не буду но пример один покажу то есть как мы например выстраиваем свою стратегию сейчас второй персонал по моему кто-то спрашивал там творить на курилке где обсуждался предварительно вебинар там были вопросы про персонал я пару слов про это расскажу но команда должна быть конечно профессиональной хорошей ответственной мотивированной и так далее сколько минимум об этом поговорим тоже должна быть инфраструктура и вот это наверное важная особенность частных доноров который отличает их от грант дающих фондов конечно и от корпоративных партнеров тоже я имею ввиду фандрайзинг с частниками отличается от фандрайзинга среди фондов и компании партнеров тем что без инфраструктуры это увы не берется работать с компаниями можно без инфраструктуры можно не иметь базу данных охранить в эксельской табличке список контактов и несколько презентации и все с фондами еще проще написание заявки по большому счету нужен только ваш мозг время профессионализм и пачка бумаги с донорами частниками работать без базы данных сайта платежных систем и тому подобное невозможно другое дело что под словом база данных может быть тот же самый excel допустим но но какая-то база должна быть обязательно сайт должен быть платежной системы должны быть соответственно об этом поговорим должно быть структурирование доноров то есть нам нужно определиться это не обязательно делать мгновенно сразу со старта это можно сделать по факту когда уже работа пошла то есть какие типы доноров у нас есть как мы выстраиваем их пирамиду пирамиды в хорошем смысле этого слова понятие донорская пирамид наверняка многие слышали вот опять же сейчас следующих слайдах я это покажу и нужна продуманная система коммуникации то есть она должна в себя включать план рассылок поздравления просьбы о пожертвованиях она должна быть персонализирована и речь не только о том что нужно обращаться к людям по имени кстати пойдет ли запись а есть кто-нибудь искал здесь напишите пожалуйста идет ли запись я что только сейчас об этом подумал хотя об этом вроде в начале кто-то спрашивал в общем я жду пока кто-нибудь искал откликнется надеюсь тут кто-то есть значит персонализации не только обращение по имени но и коммуникации с донором выстроенные на основании тех знаний о нем которые у нас есть например зависимости от суммы его пожертвовать например зависимости от его интересов кто или иной программе это все можно сделать благодаря хорошей базе данных систему коммуникации входит естественно собственно способы которые мы общаемся рассылки мероприятия звонки sms продуманная система апгрейда и даже даунгрейда что такое апгрейд это увеличение донорами суммы пожертвований или статуса в котором они находятся при этом существует даунгрейд как это ни странно но есть но иногда донора можно предлагать делать пожертвования меньше и это очень неплохой способ удержать доноров которые не входят верхнюю категорию назовем так можно даже есть отдельная классификация неудобных доноров как я шутку называю бывают доноры которых я условно называю оптимисты то есть это те кто взял на себя слишком высокую планку то есть представьте человек для которого 10 тысяч рублей это в общем достаточно серьезная сумма как кнопка сверху справа значит получается что запись нет вообще здесь написано что запись идет а уж когда нажимаешь на кнопку записи появляются опции приостановить завершить остановить запись не значит запись идет видим что она по умолчанию сама включается надеюсь что так и так бывают донор оптимисты то есть человек пожертвовал 10 тысяч рублей у него был очень эмоционально это серьезное желание но он взял высокую планку и когда следующий раз к нему через полгода или через год придете и попросите очередные 10 тысяч рублей для него будет очень тяжело сделать такое же пожертвование снова а в итоге он начнет просто уходить от от вопросов уходить от коммуникации говорить да да конечно но нормальный человек редко признается себе и другим в том что он не может давать те же деньги что давал до этого может психологически это довольно тяжело поэтому скорее всего вы будете получать бесконечное количество обещаний что да да конечно как только так сразу и постепенно этого донора просто потеряете в этом случае можно предложить даунгрейт то есть просто сказать что давайте для нас любая сумма важно поэтому давайте будет три тысячи а не 10 мы это сейчас делаем с некоторыми донорами которые подписываются на регулярные автоматические платежи то есть кто-то взял на себя планку 400 рублей ежемесячно например и и в момент когда мы с ним разговариваем выясняется что он хочет остановить свои пожертвования выясняется что причина что ему на самом деле причина даже не так важна потому что он может не озвучивать реальную причину но если он озвучивает причину не из серии что идите нафиг а что-нибудь такое более-менее разумное то мы можем предложить просто меньшую сумму и немалая часть людей соглашается да давайте 200 рублей в месяц мне будет комфортно давайте просто изменим сумму списания с карточки и и пусть останется 200 в итоге вместо того что потерять донора мы его удержали понизив его до комфортной ему суммы я просто поясняю что такое даунгрейт но апгрейт соответственно аналогичный только в другую сторону если мы видим что доноры часто при своих пожертвованиях приближаются какой-то там верхней планки возможной то мы можем предлагать им увеличивать и и классический пример это если донор подписывается на представь себе сайт да вот если взять даже наш сайт у нас есть выбор сумма платежа при пожертвовании и там выбор ну например от 500 рублей до 5000 и шаг там такое что есть 500 рублей потом тысяча потом 3 и например 5 если кто-то жертвует 5000 заметьте не серединку не нижнюю границу верхнюю границу то с очень большой вероятностью это претендент на то чтобы поговорить с ним про более крупные пожертвы почему он пожертвовал 5 потому что для него это идеально комфортная сумма была или потому что у нас в линейке не предлагалось больше возможный вариант что это действительно просто просто больше не было я лично знаю нескольких крупных доноров которые у нас подписались на 3000 ежемесячных пожертвований именно потому что на момент когда они подписывались было там год еще или полтора назад среди предложений которые мы делали 3000 было максимальных соответственно что нужно сделать нужно нужно перенастроить систему чтобы она позволяла подписывать и 5 и 10 и 50 тысяч в месяц и дальше связаться с ними предложить им сделать апгрейд с очень большой вероятностью эти три заменятся на 20 или 50 соответственно это апгрейд это должно быть тоже продумано в системе но еще есть одна составляющая коммуникации это всякие бонусы подарки это могут быть сувениры то есть реально какие-то материальные осязаемые штучки это могут быть статусы и на самом деле совершенно нормально далеко не все люди жертвуют нам потому что они просто мечтают творить добро некоторые жертвуют потому что просто потому что им не сложно просто потому что их попросили просто потому что сосед тоже так делает или потому что хотят себя почувствовать лучше это нормально мотивации могут быть разные чем больше мотивации мы задействуем тем больше вероятность получения доноров если вы посмотрите классическую пирамиду потребности масло то увидите что мы можем работать не только с верхним уровнем то есть желание людей творить добро и самореализовываться но и с предыдущими желание людей быть в чем-то лучше других или желание людей быть такими же как другие вот и и на это все работают статусы звание благодарственные письма какая-то сувенирка атрибутика удостоверение значки и так далее это очень хорошо выстроена в том же вайф и гринпейс например в меньшей степени других фондах ну а в общем в вайф и гринпейс в этом смысле наверное являются самыми системными сейчас чуть подробнее остановлюсь на этих пунктах а потом потом наверное мы пройдем по вопросам и и по рассылкам стратегия это пример реальной стратегии к мы вернее как даже не стратегия это один слайдик один маленький кусочек стратегии которые есть у нас детских деревнях это наши планы по сборам пожертвований до 2020 года продиктована не сокращение международного финансирования соответственно необходимостью но таким достаточно быстрым необходимостью собирать все больше и больше внутри страны просто почему это показываю здесь есть несколько вещей которые ну на которых имеет смысл обратить ваше внимание у нас есть стабильный источник в виде то что называем спонсоршип это небольшая часть вот синие снизу неизменно из года в год нет 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 нету этого субсидий в субсидии не очень большом объеме они неизменно из года в год если вы смотрите верхнюю часть этих столбиков то есть тоже некая часть неизменная она больше и это то что у нас называется спонсоршип это какая-то малая часть международных денег она тоже сохранится в остальном международное финансирование будет уменьшаться наша задача сохранить устойчивость смотрите как планируется рост по разным сегментам фиолетовый это корпоративные нет не совсем правильный назвал там паблик фандинг то есть так 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 давайте так когда рассмотрим середину в общем я неправильно назвал сверху это гранты да вот эта верхняя часть голубоватая нет нижняя часть плохо видно у меня светом нижняя часть это грантовые деньги обратите внимание мы не планируем развивать грантовый фандрайзинг то есть мы его планируем удержать на том уровне что сейчас почему потому что существенная часть наших расходов это содержание собственно детей детских деревнях но и в других программах то есть это мамы это зарплаты педагогов это коммуналка и так далее то есть это те самые расходы на которые грантовые деньги находить почти нереально поэтому мы не планируем развитие грантовых денег нам нужно именно не целевое или там целевое но именно вот такие расходы финансирование грантовые деньги не планируется к развитию если посмотреть корпоративный фантрайзинг здесь просто не очень хорошо видно с цветами какие какого цвета но корпоративный это это по-моему вот это вот если не ошибаюсь фиолетовая часть а нет я вас обманул здесь каша в цветах давайте на словах поясню в общем корпоративный фантрайзинг планируется развивать только экстенсивно то есть немного совсем немного здесь его есть цветами ошибки последний момент готовил этот слайд прирост по корпоративному фантрайзингу планируется существенный на этот год до 15 и затем очень такой постепенный в режиме 20 процентов 10 то есть постепенно сводя прирост на уровень минимального 5 10 процентов в год мы просто понимаем что там наказа компания все больше и больше конкуренции плюс кризис и мы это учили в своей стратегии основной прирост планируется за счет частных доноров при том частных доноров в первую очередь регулярных тех которые делают автоматически регулярные пожертвования здесь опять же получилось так что картинка не очень показательно но по крайней мере эта иллюстрация к тому что у нас до двадцатого года продумано какие источники для нас будут важнее какие мы не рассчитываем сильно развивать виду либо кризиса либо еще каких-то причин и на какие мы планируем и в какие мы планируем вести инвестировать деньги деньги за этим тоже должны стоять по поводу персонала здесь просто это просто картинка как у нас выглядит сейчас структура департамента фанрайзинга мы счастливые люди да все таки мы крупная организация которая может себе позволить иметь фанрайзинговый отдел или департамент принципе очень многих крупных фондов со временем появляются такие структуры на самом деле что подари жизни что гримпи что ввф что фонд вера у всех есть достаточно много людей занимающихся фандрайзингом я просто привожу пример потому что чтобы показать как наше выглядит но у нас сегодняшняя структура отдела такова что есть есть я и директор фандрайзингу есть два обособленных более-менее направления корпоративные и это четыре человека вот тут как возглавляемый старшим корпоративным фандрайзером это де-факто начальник отдела корпоративного фандрайзинга можно так сказать то есть четыре человека занимающиеся компаниями и один человек отвечающий за крупных частных доноров вот желтеньким выделено и это пока у нас вакантная позиция у нас нет еще этого человека мы его ищем и один человек это пиар-специалист в этом году мы решили что мы выделим пиар в отдельные в отдельного человека хотя до этого уделяли ему не так много внимания и вот с правой стороны это собственно люди отвечающие за частных доноров то есть человек который держит всю картину в голове и полностью все ниточки и отвечает значительной степени из-за привлечения новых это вот senior фандрайзер индивидуальный ну или там говоря другим языком можно сказать руководитель отдела индивидуального фандрайзинга и под ним три человека один с фокусом на онлайн технологии один с фокусом на face to face акцию прямой диалог и один на с фокусом на коммуникацию с донором то есть на поддержание отношений с ними ну и соответственно апгрейд лояльность все то что я уже упоминал видите что большая часть отвечает за привлечение и один человек за удержание но в реальности понятно что все это более динамично тут в чем-то перекликаются задачи онлайн специалист может помогать и в удержании в привлечении но в целом эта картина достаточно обычно для всех кто занимается донорами как правило больше намного усилий уходит на привлечение новых с кем работают менеджеры отвечающие за новых сторонников с холодной внешней аудитории размером 140 с лишним миллионов человек нужно придумывать рекламные ходы нужно придумывать рассылки баннеры мероприятия партнерские какие-то схемы и так далее нужно много всего придумывать для того чтобы люди про нас узнали чтобы они к нам пришли сделали первое пожертвование вот с этого момента включается люди отвечающие за удержание вот они будут любить обслуживать назовем это так доноров поддерживать них состояние счастья и привлекать от них дополнительные деньги по статистике и ввф и наши наши сейчас очень динамично она меняется быстро но в целом и по практике других крупных организаций которые поддерживают отношения долга с донорами 70 80 и более процентов пожертвований приходит от не первых платежей это очень важно понять тем кто только только планирует свою деятельность что первые платежи дает 15-20 процентов а все остальное это вторые третьи десятые сотые и прочее то есть именно за счет поддержания отношений с донорами кто-то спрашивал по моему в курилке благотворительной курилки я имею ввиду сколько нужен человек как выстроить и так далее на мой взгляд для того чтобы начать работу с частными донорами нужно минимум человека полтора я бы так сказал потому что как минимум вам нужно будет какие-то ресурсы для поддержания регулярной коммуникации это не меньше чем пол человека если все сложить что мы сейчас перечисляли то меньше полутора не берется наверное вот но хорошая новость в том что по мере развития у себя процессов андрайзинговых выстраивания коммуникации у вас не будет экстенсивного роста персонала рост будет быстрый поначалу то есть вы создаете базу данных вы начинаете неактивно работать и у вас появляется там плюс пол человека или плюс 0 3 или даже плюс целый человек вы налаживаете электронные рассылки у вас появляется еще кто-то то есть со временем команда может дорасти до нескольких человек до 4 5 6 7 и прочее вот но дальше ее рост прекратится количество доноров ваших перевалит за тысячу за 10 тысяч за 50 тысяч но количество людей которые занимаются этой базы на смысле этими донорами будет оставаться неизменным потому что с какого-то момента часть процесса будет технологизирована электронная рассылка полностью персонализированная выполняется в несколько кликов и при этом идет она в 100 адресов или 100 тысяч не принципиально это одни и те же временные затраты человеческие затраты поэтому росту такой неровный но еще раз не экстенсивный так про базу поговорим чуть чуть попозже сейчас я открою одну из своих любимых картинок собственно как строится коммуникации с донорами вот это то что условно можно назвать цикл донора и сейчас поясню значит помните да вот эти десять источников как я их называл или назовем их каналы привлечения донор может к нам прийти как он увидел нашу рекламу на билборде один раз не заметил второй третий потом зацепил его потом зашел на сайт сделал пожертвование так далее в конце концов он попадает к нам со своими данными с реквизитами с платежом а мог заплатить через терминал платежный подошел к терминалу увидел там баннер либо просто опять же там заглянул в раздел благотворительность нажал на кнопочку положил денежку оставил свой телефон мог получить нашу рассылку мог увидеть какую-то акцию и так далее в общем есть множество каналов привлечения бесконечное количество тесте которые мы сами запланировали провели с момента когда человек сделал пожертвование вот верхняя часть этой картинки посмотрите вот он пришел по каналу привлечения номер один допустим какая-то рассылка мы получили его деньги мы узнали его email телефон потому что это было как как часть данных при платеже и критически важно сделать первый правильный шаг выстраивание с ним отношений первый шаг это конечно спасибо но спасибо должно быть привязано к тому каналу которым он пришел обратите внимание что спасибо все разные для канала привлечения 1 спасибо 1 для 2 спасибо 2 что имеется ввиду что если человек сделал пожертвование в рамках уличной акции прямой диалог например то ему надо позвонить или написать со словами спасибо большое что вы вообще нашли время и пообщались нашим представителям ответил ли он вам на ваши вопросы как у себя там хорошо ли вы себя чувствуете нравится ли вам нам помогать спасибо башню и так далее то есть вы привязываете канал чтобы не возникало вопроса что такое за что его благодарят потому что бывает что люди просто не очень даже понимают что случилось они где-то случайно кому-то дали денег и вот этот первый шаг важен еще по нескольким причинам очень важно поддержать и разогреть лояльность донора именно в этот момент потому что в момент когда человек совершает пожертвование он часто делает такой часто часто это способа для него рискованных то есть он еще не знает как он будет себя чувствовать через 10 минут после пожертвования через три часа после пожертвования когда он это делает он скорее всего находится ну хорошо либо он лицом к лицу с нашим представителям либо лицом к лицу с нашим сайтом либо просто сидит и думает один может быть рядом с ним кто-то еще есть кем он советуется но важно что это решение еще не получила что она не прошло проверку его социальным окружением назовем это так проходит какое-то время человек приходит домой и там в процессе разговора с женой подругой с детьми выяснять что сделал пожертвование и в этот момент его счастье может сильно уменьшится ему скажут что его обманули ему скажут что нам тут самим делать не есть ничего от эту деньги раздаешь может быть все что угодно что влияет на его отношение к нам и к сделанному пожертвования наша задача поддержать нашу версию этих отношений то есть что ему хорошо от того что она помогает если мы пропустим вот эту первую коммуникацию после пожертвования или сделаем ее некачественно то вероятность того что донор потом не будет с нами общаться и постепенно отвалится очень большая поэтому первое спасибо критически важно такой пример в рамках нашей акции прямой диалог это многие наверное сталкивались можем отдельно поговорить там есть свои плюсы минусы вот но это уличная промо акции в которой люди подписываются на регулярные автоматические пожертвования это доноры делают очень спонтанное решение принимать спонтанное решение то есть на улице это в торговом центре с вами поговорили вам все рассказали вы захотели помочь вы подписались но потом вы уходите и остаете и не остаетесь один на один со своим сделанным решением а я лучше а или хуже даже не один на один а еще с приходите домой а там жена говорит все что о вас думает вот одно время звонки приветственные приветственные звонки делаются у нас на следующий день электронка с подтверждением о том что ваше пожертвование получено приходит быстро мгновенно практически а вот звонок мы его называем welcome call идет на следующий день этот звонок раньше проводила агентство как мы не пытались их учить лечить тренировать все равно получается звонок такой от менеджера колл-центра нет благотворительной организации от девочки которые какой бы она ни была хорошей но она все равно звонить здравствуйте дмитрий от камович вас есть две минутки начинается вот этот шаблонный разговор с обращением по имени отчеству где у нее есть скрипт сценарий по которым она пытается пройти пытается пройти и часть доноров уже в этот момент говорили что я вам помог я сделал пожертвование но давайте-ка регулярные пожертвования остановить то есть это донор изначально не был очень лояльным да это было спонтанное решение понятно но прямо на волком коле отвалиться это это не самый хороший показатель в какой-то момент мы взяли эти волком колы себе то есть теперь звонки совершает наш сотрудник очень хороший очень лояльный очень там хорошо знающие тему и умеющий общаться в итоге у нас ни одного человека из десятков того какой десятков уже даже пожалуй сотен человек которых она обзвонила ни один человек не отвалился на волком коле то есть все все сохраняют свой интерес и наоборот у них разогревается то есть вот это подтверждение важности правильно выставлены первой коммуникации вторая коммуникация в итоге тоже должна быть направлена на подогрев отношений можно в этот момент человеку что-то подарить но не обязательно материальные можно ему прислать что-нибудь там красивую картинку с открытку от детей и так далее задача первых коммуникаций должна быть еще расскажу на разогрев донора на подогрев его лояльности мы сейчас продумали такую систему мы только еще внедряем опять же далеко не все из того что я рассказываю мы уже делаем что-то из этого мы еще только только настраиваем сейчас у нас сразу после получения пожертвования донора идет первая электронка второе welcome call на следующий день обязательно на следующий день то есть если чем дольше ты тянешь с первой коммуникации тем больше шансов что дано про тебя забудете отвалится затем мы отправим в электронких приветственной но то есть электронка подтверждение платежа идет мгновенно электронка добро пожаловать содержит себе видео эмоциональное видео в котором есть и кадры детей и спасибо который говорит директор детской деревни и так далее то есть там в общем очень хорошее видео она прямо так и называется вы молодец дальше идет какая-то небольшая плановая коммуникация может там одна-две новости в течение месяца и перед тем как пройдет следующее пожертвование у донора мы знаем что автоматическое списание у него пройдет например послезавтра это значит что сегодня мы ему отправим письмо где будет еще рассказано какой он молодец и где будет еще одно эмоциональное видео уже немножко другое рассказывающие про важность его мир его регулярной поддержки для чего это делается во первых для того чтобы человек про нас не забывал и помнил какой он молодец во вторых для того чтобы через два дня когда пройдет у него списание денег он не вскочил со стула смысле как я забыл совсем у меня оказывается деньги списываются пойду-ка я остановлю нет он к этому морально готов и он разогрет что для того чтобы нормально воспринять очередное списание средств его карточки давно это подписывался когда-то давно это правильно но при этом это было эмоционально спонтанно вполне мог про это забыть значит вот вот эти вот первые коммуникации еще расскажу должны быть привязаны к каналу привлечения то есть донор в течение какого-то времени это может быть месяц а может быть несколько месяцев ему нужно напоминать как как нам попал когда проходит вот эти вот шаг 1 шаг 2 здесь может быть и три шага то с этого момента мы донора вводим совершенно обычный цикл в котором крутятся все 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 доноры по каким бы каналам коммуникации они не прошли то есть на одни и те же мероприятия приглашаются и те кто пришел по почтовой рассылке и те кто через интернет пришел и кто по face to face пришел и так далее все дальше просто мы чередуем вот данном случае это пример естественно не значит что ровно так выглядит год донора мы зовем его на мероприятие мы отправляем ему какую-то регулярную новостную рассылку потом присылаем фандрайзинговую рассылку просим сделать очередное пожертвование потом опять какую-то новостную потом звоним потом поздравляем с днем рождения опять просим деньги приглашаем на новый год там и тогда и вот это все идет бесконечно это считайте год то есть задача этого цикла удерживать лояльность доноров и постепенно периодически пробовать их апгрейдить то есть увеличивать суммных пожертвований что происходит с этими донорами в цикле либо они в нем крутятся бесконечно либо они уходят в него вот по одной из двух стрелочек один вариант это выход в категорию не работаем то есть когда донор говорит ребят я больше не хочу с вами иметь дело либо когда мы не хотим с ним иметь дело как я рассказывал в начале тогда извините всего доброго до свидания будем рады если вы к нам снова вернетесь оставайтесь с нами если там ну и так далее все . с этого момента мы прекращаем коммуникацию с донором ни в коем случае не удаляя его из базы базе он должен остаться в статусе что мы с ним не работаем либо вы возможный вариант это выход другой цикл другой цикл может быть цикл крупных доноров например цикл регулярных доноров и так далее цикл могут быть разные они существуют параллельно вот типа циклов примерно я здесь привел не обязательно они именно такие должны быть то что мы называем симпатайзер то есть люди проявляющие интерес но еще не делающие пожертвования задача работают с этими донорами это вывести их в цикл каких-нибудь доноров человек подписался под какой-нибудь петиции приходит на мероприятие участвует как волонтер совершенно нормально предлагать ему еще и делать пожертвовать тогда уйдет другой цикл цикла разовых доноров то доноры которые делают пожертвования может быть даже периодически но они каждый раз принимают новое решение то есть люди которые ходят сбербанк люди которые платят карточкой на сайте разово это вот этот цикл тогда задача общения с ними это предлагать им периодически делать новые пожертвования мы им не напомним, они не сделают. Сами по себе доноры редко делают пожертвования, без каких-то напоминаний с нашей стороны. Цикл, который сейчас у нас является самым большим, это регулярный донор. То есть, коммуникация с ними может быть пореже, потому что их платежи идут автоматически. От первых, от предыдущих, они отличаются тем, что они не делают, не принимают решения каждый раз при совершении пожертвования. Они приняли решение один раз, подписавшись на ежемесячные автоматические платежи. Соответственно, может быть цикл еще крупных доноров, тут уже персональная коммуникация, общение по телефону, знакомство с директором, завтраки, если надо и так далее. Может быть даже поездки с ними куда-нибудь. И дальше есть еще цикл неактивных, то есть те, кто почему-то перестал делать нам пожертвования, но при этом никуда нас не послал, вроде как на связи остается и видим, что письма почитывает. Таких надо периодически пробовать вернуть. Вот это те циклы, которые существуют, их может быть больше, может быть меньше, но вот эта цикличность дает нам как раз те самые 80% дополнительных поступлений, которых у нас не было бы, если бы мы остановились на первом платеже и на первом спасибо. Так, давайте я вернусь сейчас к той презентации. По поводу базы. У меня нет ответа на вопрос, который мы все обсуждаем уже много-много лет. Какую базу мы можем брать и использовать, какой готовый софт годится нам для фандрайзинга. Я могу дать рекомендации, что в базе должно быть, то есть какого типа информации, как надо хранить и анализировать. Для начала, конечно, сойдет Excel, но ненадолго вам его хватит, потому что Excel таблица двухмерная и не позволяет вести регулярную, не позволяет отслеживать отношения с донором в течение какого-то периода времени. Я все надеюсь, что в каком-то обозримом будущем появится что-то единое, доступное для всех. По крайней мере, вот в ассоциации фандрайзеров у нас на этот год в плане работы в этом направлении, чтобы на рынке появилось что-то, какой-то софт, который можно будет просто взять, поставить и пользоваться. Может быть, не так быстро, но тем не менее. Мы используем самоделку, то есть наша база делалась отдельно, для нас специально, по нашему заказу, еще ВВФ в свое время, и на ней же сидим сейчас мы, на ней же Подари жизнь какое-то время сидел. Это база, которую нельзя, к сожалению, взять, но можно, изучая ее, можно понять, что нужно хранить о донорах, какую информацию. Я очень кратко скажу, потому что, наверное, это достаточно банальные вещи. Так. А, ну, теперь материалы. Хорошо. Значит, понятно, что контактная информация, и чем более дробно, она тем лучше. То есть не возраст, а именно дата рождения, естественно. Не просто адрес, и дальше там длинный-длинный адрес, а желательно разбитый на горы, страну, индекс, улицу и прочее. Это нужно, в первую очередь, для дедупликации данных. Потому что в базе рано или поздно у вас люди начнут дублироваться. Чтобы этого не было, нужно, чтобы были жестко зашиты названия улиц и прочее. Естественно, фамилии, имя, отчество должны быть тоже в разных полях. Почему? Потому что в одну рассылку вы захотите обратиться по имени, а в другой вы захотите обратиться к господин Иванову. А где-то по имени, отчеству. Хотите в зависимости от возраста сделать. Ну и так далее. Вот это все должно быть... Для этого это нужно хранить дробно в отдельных полях. То же касается телефонов и e-mail. Они должны храниться в отдельных ячейках, в отдельных полях. А не через запятую все подряд. Иначе, опять же, у вас пройдет дублирование и вы не сможете определить, что это одни и те же доноры, хотя они у вас дважды, трижды занесены в базу. Это все, что касается контактной информации. Второй важный момент – источник. Откуда донор пришел к нам? Важно отслеживать эффективность разных каналов, которые мы используем. Для этого в базе фиксируется, что у нас, например, мы даже знаем по каждому донору, а их у нас в базе сейчас 20 тысяч, по каждому донору, который пришел через акцию «Прямой диалог», мы знаем не только, что он, в принципе, через эту акцию пришел, мы даже знаем имя нашего представителя, который его поймал и с ним пообщался. Мы знаем дату, когда это было и знаем место, где это происходило. Но это все у нас настроено и загружается автоматически. Источник. Третий момент – это сервис или коммуникация. То есть, какие отношения, что мы делаем с этим донором, какие коммуникации мы с ним ввели. Очень важно понимать, что мы ему отправили рассылку вчера такую-то, два месяца назад поздравили его с днем рождения, позавчера попросили денег и прочее. То есть, все это записывается, мы это называем условно сервис, но не так важно, как это называется. Важно, что в какой бы момент донор не возник у нас в поле зрения, мы всегда можем, заглянув в базу, сказать, что скажите, а вы получили наш сертификат, который вам отправили позавчера курьером. Так, и платежи. Естественно, должны быть, должны фиксироваться платежи. Здесь я не буду вдаваться в детали. Их слишком много, и это, наверное, не для такого вебинара. Помимо этого, есть куча дополнительных штук, которые база в идеале должна уметь делать. Например, например, аналитика. То есть, все эти данные нужно иметь возможность вывести в виде графиков средних взносов, суммы и даты последнего платежа, потому что от этого зависит, как мы строим коммуникацию. Если база в базе настроена так, что мы за месяц знаем о том, что у человека заканчивается карта, то мы можем спланировать звонок ему, письмо или какую-то другую еще коммуникацию со словами, что ваша карта скоро закончится, это значит, что ваши пожертвования прекратятся. Давайте мы сделаем так. Давайте вы там, когда карта перевыпустится, подпишетесь на следующий период. Точно так же. Ну, собственно, понятно, что много коммуникаций, можно выстроить самые разные, зная все эти параметры. Если донор делает крупные пожертвования, мы по базе отсекаем всех, кто делает пожертвования, больше, например, 50 тысяч, и ставим их на отдельную личную коммуникацию, на прозвон от имени директора и так далее, чтобы уже познакомиться, встретиться и понять, если человек жертвует 50 тысяч рублей, наверное, за ним стоит что-то больше, чем эти 50 тысяч. Может он глава компании, может он топ-менеджер и так далее. Дальше можно развивать эти отношения, просто проанализировав платежи в базе. Это аналитика. Помимо аналитики, нужно обязательно, чтобы были возможности для экспорта и импорта данных. Простейший пример – электронные рассылки. Электронные рассылки делаются, естественно, тоже автоматически через программы мейлеры или через сервисы мейлеры, но туда нужно как-то залить адреса. Вы же не будете ручками вбивать 15 тысяч имейлов. Нет. Для этого в базе делается выборка, например, все доноры, пришедшие к нам за последнюю неделю. Чтобы им отправить письмо «Спасибо», мы их отбираем, выгружаем оттуда список имейлов, закидываем его в какой-нибудь почтовый сервис, например, «Юнисендер», и делаем рассылку. Соответственно, все доноры получили персональное «Спасибо». Но это было все продумано в базе. Там много еще может быть чего, я на всем этом останавливаться не буду. Так, ну, а, здесь неправильно. Слово «персонал» здесь лишнее. Это я просто привел пример донорской пирамиды, то есть выстраивание доноров в какую-то там иерархию, назовем это так. Если крупными мазками, то вот так примерно выглядит средняя донорская пирамида. В ее основании лежат потенциальные доноры, случайные, иногда анонимные. Они очень немного приносят денег от нуля до, допустим, 10% всего, что мы собираем. И рои их часто меньше единиц. Что такое рои? Это «Return of Investments», то есть это возврат инвестиций. То есть часто на этих доноров тратится денег больше, чем они приносят. Это нормально. В этом нет ничего страшного. Это те самые миллионы-миллионы человек, на которых мы вначале потратили, чтобы их получить. То есть мы сделали, например, рассылку. Отправили 100 тысяч писем или 10 тысяч писем. Это стоило нам каких-то денег. Мы получили несколько спонтанных разовых доноров. 5 человек или 100. И получилось, что они принесли нам не так много. Но они теперь наши. И дальше, общаясь с ними, мы будем их поднимать и растить. Поэтому ничего страшного, что в основании кажется, что вроде бы не очень эффективный экономический механизм. Главный результат вот этой работы в основании – это получение доноров, которых надо растить и поднимать выше. Серединка – это средние, мелкие или разовые доноры, которые могут давать до половины иногда всех сборов. В зависимости от того, как у вас построены процессы, у некоторых это может быть и все 100%. И эти доноры уже явно в плюсе. То есть на каждый вложенный в рубль мы получаем 2 рубля, 5 рублей. Может и больше быть. И в вершине пирамиды находятся уже крупные, лояльные, регулярные, которые давно с нами, которые делают пожертвования крупные, и почти не требуют расходов. Роя там может зашкаливать условно в бесконечность. Вот примерно так это все строится. И правильно, грамотно выстроенная коммуникация позволяет донорам расти снизу вверх. Так, теперь, собственно, у меня по плану чуть подробнее остановиться именно на электронных рассылках. Давайте я сейчас по ним пробегусь, а потом посмотрю вопросы. Я постараюсь кратко, ну не знаю, минут за 15, наверное, рассказать про электронные рассылки. Вот сейчас я переключусь на Машину презентацию, потому что она ее полностью делала именно для электронных рассылок. В смысле, для рассказа про них. Значит, зачем? Понятно. Лояльность доноров, пожертвования. Электронные рассылки как инструмент просто, как один из популярных способов общения с донорами. Так, это я пропущу. Первые и не первые платежи у ВВФ. Здесь немножко не то соотношение, но все равно видно, что не первых пожертвований существенно больше, чем первых. Где-то в два раза, а то и в три. Так, телемаркетинг пропущу. Вот электронные рассылки. Значит, в данном случае это все примеры ВВФ, где эта коммуникация выстроена наиболее системно. Я бы сказал, что на российском рынке это самая системная организация с точки зрения выстраивания отношений с донорами. Система там многолетняя, проверенная, работающая даже если... Можно поменять человека, можно поменять менеджера, можно уйти в отпуск на полтора месяца, но система все равно будет продолжать работать и доноры будут продолжать делать пожертвования. Вот это то, чего удалось добиться Всемирного фонда дикой природы. Делается это в том числе за счет электронных рассылок. И так они могут быть информационные. История, полезные советы, новости, благодарности и так далее. То есть не требующие какой-то ответной коммуникации. Это может быть какая-то активность, то есть требующая ответной, но не денежной коммуникации. Придите на мероприятие, ответьте на наши вопросы, поделитесь своим мнением, расскажите о нас друзьям и так далее. И они могут быть фандрайзинговые, то есть прямые просьбы сделать пожертвования. Соотношение по практике ВВФ примерно два к одному к одному. То есть на две информационных рассылки приходится одна рассылка с предложением активности и одна с рассылкой с просьбой дать деньги. То есть видно, что примерно каждое четвертое это дайте денег. Вот такое соотношение нормальное. Оно может быть плюс-минус еще немножко. Может быть три к одному, два к одному, четыре к одному, не так важно. Важно, что не каждое письмо это просьба дать деньги. Часть это давание. То есть частично мы даем, частично просим. Вот собственно то, о чем рассказывается в машиной презентации, как не попасть в спам, как строить письмо, как сегментировать базу и так далее. Давайте посмотрим. Значит, антиспамовые программы и сервисы, наши друзья как пользователи, и они же наши враги, нас как рассылателей, массовых рассылок. Для того, чтобы письма не попали в спам, единого рецепта не существует. Конечно, как и в любой теме, которую я сейчас затрагиваю, там нужно внимательно изучать, как это все работает. Но вот краткие советы. Это что влияет на попадание в спам? Слова триггеры, то есть там бесплатный подарок, прямо сейчас и прочее. Это то, что сразу делает письмо подозрительным. Я не буду на всех останавливаться. Репутация самих e-mail. Отдельные e-mail содержатся в черных списках. E-mail, идущие из доменов бесплатных, тоже более подозрительны. Это может быть репутация доменов, там ввфру или мейлру. Это может быть сервисы. И влияет на это то, как часто сами подписчики отмечают наши письма как спам. Если мы отправили 100 писем и 10 подписчиков написали, что это спам, скорее всего мы будем заблокированы. Если мы отправили 100 тысяч писем и 10 из них только отметили нас как спам, думаю, что на нас даже не обратят внимания. Вовлеченность читателей. То есть если они кликают на ссылки внутри письма, значит скорее всего это не спам. Если нормальным является несколько кликов с письма. Есть довольно много параметров. Я бы даже сказал, что их все можно обобщить до двух групп. Первый – это параметр самого письма. То есть есть ли в письме что-то, что делает его спам. Например, картинка, содержащая текст. Это для спам-фильтров и подозрения. Например, капслок в заголовке. То есть это параметр самого письма. А вторая группа параметров – это параметры рассылки. То есть общее количество отправляемых писем в единицу времени. Количество писем в этой рассылке, отправляемых на один домен. Например, если на Mail.ru у нас много подписчиков, и на Mail.ru вдруг от нас сваливается несколько десятков тысяч писем одновременно в разные ящики, то тут же антиспам Касперского, который пришит к Mail.ru, начнет кричать и блокировать. Мы это в свое время проходили и тонко-тонко настраивали. У нас действительно было 30 с лишним тысяч подписчиков на Mail.ru. И как-то разок мы попадали. В спам нам объяснили, как делать, чтобы этого не было. И мы настроили систему так, что она отправляла письма порциями. 100 писем, минута паузы. 100 писем, минута паузы. То есть 100 писем падает на Mail.ru, Mail.ru спокойно реагирует. Падает 300 писем одновременно, Mail.ru кричит. Вот таким образом мы настраивали, советуюсь самим Mail.ru. Потому что если вы попали в спам, то, конечно, вы оттуда выберетесь. Но у вас на это может уйти день, два, то и три, пока вы свяжетесь с администрацией и объясните, что это вы вовсе не спамеры, это ваша собственная база. Да, у вас массовая рассылка, но адреса все у вас легальные, взяты. Данные вам самими донорами и прочее. Это займет время. Так, значит, пойдем дальше. Ну вот тут есть, у вас эта презентация останется здесь, поэтому можете посмотреть примеры, как написать открываемые заглавия. Мы тестировали специально, как влияет на открываемость писем какие-то отдельные параметры. Например, персонализация сабжекта, то есть не просто читайте новости, а дорогой Иван Иванович, читайте новости, персонализация сабжекта увеличила открываемость на 50%. Это круто, в полтора раза, а значит, где открываемость, там, соответственно, и пожертвование больше полтора раза, если это была просьба о деньгах. Но вот корректировка к этому в том, что это касается первых рассылок. Со временем люди привыкают к этому, и для них уже не критично. То есть на пятых, восьмых письмах персонализация сабжекта уже не будет так влиять. Но первый раз, когда люди получают письма, они вдруг начинают становиться персонализированными, их это трогает. Так, открываемые заглавия. Я все пропущу сейчас. Значит, электронные рассылки. Собственно, техническая сторона. Есть сервисы для рассылок. Мы пользуемся Unisender. И, насколько я знаю, им пользуются еще несколько благотворительных организаций, включая и Подари жизнь, и Всемирный фонд дикой природы. Сервис, в принципе, удобный. В нем есть все, что нужно. И какие возможности есть у Unisender? Значит, это не реклама. Просто говорю, то, чем мы сами пользуемся. Вы также можете воспользоваться MailChimp, вы можете воспользоваться SilverPop и прочее. Есть несколько сервисов. Unisender русскоязычный. Наш, интуитивно понятный. И в нем есть и такой довольно недорогой. То есть до какого-то объема, до нескольких сотен писем. Он вообще бесплатный. А потом там какая-то вполне разумная цена. Но, скажу прямо, можно даже договориться и про бесплатность со всем. Они достаточно хорошо идут навстречу. Значит, что есть в Unisender? Возможность закачки адресов персональных. Естественно, возможность пришивания к ним любых параметров. То есть вы можете не просто заказать, а закачать список e-mail. А у каждого e-mail будет имя, например, дата последнего платежа, кличка собаки. Все что угодно вы можете закачать и подставить эту персонализацию в письма. И у вас уйдут персональные письма. Дорогой Иван Иванович, спасибо за ваше пожертвование в 500 рублей, которое вы сделали два дня назад такого-то числа через такой-то сайт. Привет вашей собаке Мурке и прочее. То есть все это может быть персонально. Так что человек будет читать практически личное письмо. Хотя вы это сделали автоматически, отправили их на тысячу письма. Тысячу получателей. Вот это все можно сделать в Unisender. Там есть редактор шаблонов. То есть вы можете создавать красивые HTML письма с картинками, с ссылками, со включенным в видео и так далее. Есть полное отслеживание любой аналитики по рассылкам. Вы знаете, какой процент писем дошел, какой процент прочитан, кто конкретно прочитал, кто по какой ссылке перешел. Вся эта аналитика там есть. То есть вы можете проверить все что угодно. Есть зашитые внутри возможности проведения сплит-тестов. Сплит-тест это, ну, собственно, это и есть тест, когда вы просто разбиваете выборку, которую отправляете пополам, ну или какую-то часть ее разбиваете пополам. Допустим, вы не знаете, какое обращение лучше сработает. Дорогой Иван Иванович или любимый Иван Иванович. Например, просто хотите проверить. Вы же не знаете ответ на заранее. Можно проверить. Тогда Unisender сам разобьет вам вашу выборку на две части и одним отправит одно письмо, другим другое. А потом вы смотрите на отклик. Выяснится, что дорогой Иван Иванович на 20% сработал лучше. Значит, составляем этот вариант. Тестируем что-нибудь еще. Красную и зеленую кнопку, историю про Васю или историю про Петю и прочее. Все это поддается тестированию и в этом смысле силен онлайновый фандрайзинг тем, что Вы прямо сразу знаете результаты. То есть буквально через час у Вас уже есть ответ. Если была выборка достаточно большая. Если поменьше, ну хорошо, через день. Все это уже там есть, поэтому можно воспользоваться готовым сервисом. Здесь вот скриншот, как выглядит раздел аналитики в Unisender. Так, дальше. Собственно, письмо. Сейчас, одну секунду буквально. Сейчас. Продолжение следует... Да, прошу прощения. Так, это мы говорили про, собственно, организацию рассылки через сервис рассылочный. Два слова про само письмо. Во-первых, письмо, собственно, это главный продающий элемент, назовем это так. На сайте у Вас может быть кнопка пожертвовать, может быть платежная система пришита, перевод денег делается там, но мотивирующим является именно письмо. И вообще весь фан-драйзинг в интернете строится в первую очередь на рассылках. То есть, какими бы ни были у нас замечательными сайты и наши все ресурсы, онлайновые баннеры, но задача всех активностей, в первую очередь, собирать базу имейлов и потом письмами убеждать людей делать пожертвования. Поэтому письмо очень важно. Значит, в письмах они могут быть разные. Я буквально несколько вещей скажу про письма, которые Вам помогут писать их красивыми, правильными. Забудьте про существенную часть правил написания писем, то есть правила, которые часто есть в учебниках. Для нас основным критерием должно быть не то, насколько письмо по формату соответствует учебнику, а то, насколько легко и приятно было его прочитать. Как любой образованный человек, я могу написать длинные, сложно подчиненные, сложно сочиненные предложения на 8 строчек каждая. Но их никто не будет читать. Ну, вернее, не никто, но их сложно будет читать. Поэтому лучше писать в стиле ночь, улица, фонарь, аптека. Вчера пришел домой, точка. С удивлением обнаружил в ящике кучу спама, точка. Подумал о Вас. Ну, неважно, это я сейчас сочиняю на ходу, разную ерунду, но вот такой стиль, короткий, разговорный, легко читаемый, гораздо лучше работает, чем длинные предложения и длинные абзацы. Старайтесь писать, как будто Вы говорите. Письмо – это диалог. Читая Ваше письмо, на той стороне донор или потенциальный донор должен мысленно с Вами разговаривать. То есть он должен в ответ на Ваши слова говорить «Да, согласен, как интересно, а как бы узнать поподробнее? А почему бы и нет?» То есть он должен мысленно участвовать в Вашем диалоге. Соответственно, и текст должен быть таким, как будто Вы не лекцию читаете, а как будто Вы общаетесь с человеком. Максимально разговорный, я бы даже сказал. Следующий момент. Ну, понятно, что персонализация. То есть лучше всегда обращаться к человеку по имени или по имени отчества, если это человек в возрасте. Очень хорошо работают истории. Можно с самого начала привести небольшую эмоциональную историю. Для чего это делать? Чтобы задать нужный Вам эмоциональный фон. Потому что когда Вы будете просить о деньгах, о пожертвованиях, о помощи, нужно, чтобы человек был в подходящем для Вас состоянии. Вы не знаете, что он делает в данный момент, читая Ваше письмо. Возможно, он его читает между двумя отчетами начальства. И если он сейчас полностью погружен в цифры и в нагоняй, которые получит завтра, то Ваше письмо вообще никак не сработает. В идеале он его прочитает потом в более спокойной обстановке. Но если уж он начал его читать сейчас, пусть хотя бы будет что-то, что его отвлечет от его рутины и отчета. Какая-то эмоция. И Ваша задача ее вызвать. Наверное, я не буду подробно останавливаться. Это Вы все посмотрите в презентации. Сегментацию базы тоже не буду рассказывать. Есть много способов. Пол, адрес, возраст, частота пожертвования и так далее. Так, это мы кратко уже проходили. Значит, да, как посчитать и повысить конверсию. Есть аналитические сервисы. То есть, в смысле, на самих сервисах есть аналитика. Это я уже говорил. Кроме этого, есть на сайтах отслеживание переходов. Те, кто заходит туда, дальнейшая судьба. То есть, пришел человек по ссылке из письма. Он попал к нам на сайт. На эту ссылку был повешен трекинг. То есть, отслеживание ее. Естественно, все это настраивается на сайте. И дальше мы можем посмотреть, дошел ли он до пожертвования. Какой процент дошел, какие суммы они сделали и прочее. Это все делается в Google Analytics или в Яндекс.Метрике. Google Analytics бесплатный. Можете пришить к любому сайту. Займет это очень немного времени. Вы получите бесценное и огромное количество информации. Вернее, огромное количество бесценной информации о посетителях вашего сайта. В том числе, тех, кто пришел за рассылок. Вот пример просто. Это скриншот из рассылок. ВВФ каких-то, сколько переходило, по каким ссылкам. Видно, что больше всего переходов было. 325 переходов из 1300 писем всего. По такой-то ссылке. Все это у вас будет... А, ну, Google Analytics не буду. Я в него еще слезть детально. Так. Что важно. Да, по поводу сбора адресов. Здесь мелькнул вопрос. И он же у меня есть в презентации. Как собирать? Собирать их надо просто просить. То есть, все, кто заходит на ваш сайт, кто может подписаться на какие-нибудь новости. Надо у них брать адреса. Можно... Нет, конечно, можно проводить специальные акции по сбору адресов. Что делает ВВФ и Greenpeace? Акция «Час земли», которая пройдет в конце марта. Приносит ВВФ несколько десятков тысяч новых e-mail ежегодно. Участвуй в акции. Суть акции в том-то, том-то. Сообщи нам о своем участии. Вот формочка. Оставь здесь свой e-mail. Имя и так далее. Там можно какую-то информацию. Да, кто-то это игнорирует, но кто-то заполняет. Так получается база адресов. Хороший способ сбора адресов – это всевозможные опросы, исследования и так далее. То есть, нам важно ваше мнение. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы относительно проблем детей-сирот или проблем сохранения природы. Неважно. Садаете несколько вопросов. Просите контактные данные. Можно мотивировать это тем, что мы пришлем что-нибудь интересное, вкусное, пришлем результаты исследований и так далее. Можно вообще не мотивировать. Просто будем рады, если вы захотите с нами дальше общаться и дружить. Вот формочка для адреса. Важно просить. Формат, мотивацию – это уже второй вопрос. Главное не забывать вообще просить. Потому что сами по себе люди никогда не догадаются, что нам нужен их e-mail. Времени много, поэтому давайте на этом мы сделаем паузу в том, что я хотел рассказать. И сейчас я посмотрю, какие вопросы за это время набежали. Пока можете их писать еще. Как сделать эффективную фандрайзинг-фонду, который работает в районе, население которого 10 тысяч человек, а работающих всего 4,5? Два ответа. Первый. Даже не два, но больше, наверное. Первый, короткий и очевидный, что это сложно. Второй. У маленького района есть свои плюсы по сравнению с большими. А именно это в большей степени сообщество, чем где бы то ни было. Москва – это не сообщество. Это 15 миллионов абсолютно чужих друг к другу людей. Настороженных, плохо восприимчивых и тому подобное. Да, с деньгами, да, современных, да, продвинутых. Но у них нет вот этой вот человечной какой-то общности. В небольших районах с этим проще. Поэтому если у вас 4,5 тысячи работающих, 10 тысяч человек всего, то гораздо проще создать эффект чего-то, какого-то общего хорошего дела, которое вас объединяет. В Москве это невозможно. Ну или почти невозможно. Это один момент. То есть сфокусироваться на чем-то, что объединяет именно вас. Второй момент – уйти в интернет. Любая проблема, даже, казалось бы, локальная, будучи подана эмоционально, перестает быть проблемой какого-то конкретного места. Посмотрите, на кого идут сборы, на какие проблемы собираются деньги в интернете, на решение каких проблем. Да, на любые. Это может быть какой-то приют бездомных собак в городе Торжок, но поданная эмоциональная история одинаково собирает деньги, что с москвичей, что с пермяков, что с даже там австрийцев где-нибудь в Вене. То есть, ну вот две мысли спонтанных. Первое – это на местном уровне создавать единое что-то, понятное всем. А второе – просто уходить за пределы этого, выходить в интернет. 35 тысяч населения, один городообразующий – то же самое. Все-все знают. Что за система, которая позволит выбрать платеж на сайте из нескольких сумм? Таких систем уже много. То есть, любая система приема платежей картами подойдет. Но есть нюансы. В принципе, на слуху какие. Хронопей, Киберплат, Ассист, Деньги Онлайн, PayOnline, Яндекс.Деньги, РБК Мани, Робокасса. В общем, их много. При выборе, если вы еще не подключали никакую платежную систему, то вам нужно очень хорошо подумать. Есть несколько критериев, по которым нужно выбрать. Я боюсь, что у меня сейчас в презентации нет этих критериев. Но если меня КАФ дернет после, через какое-то время, я просто дошлю отдельно список критериев. Их около 10. Притом, не очевидна значимость отдельных критериев. Например, размер комиссии не самый главный критерий. В каких-то системах может быть больше процентов, которые она возьмет. Ну, допустим, 4, а не 2, не 2,5. Казалось бы, это намного больше. Но будут лучше настройки системы безопасности. И у вас платежи не будут отваливаться только потому, что система решила платеж подозрения. Это платеж подозрительный. Вы потеряете тысячу рублей на одном платеже, который должен был вам дойти. И вся ваша экономия на комиссии пойдет лесом. Извините, вы потеряли больше. Поэтому несколько таких критериев. Среди них настройки системы безопасности. Возможность кастомизировать формы под себя. Это тот самый вопрос про 500 рублей в месяц. Про настройки, какие суммы выбирают. Какие-то системы позволяют это делать, с каких-то это сложнее. И я очень прошу обратить внимание на возможность приема регулярных платежей. Если система не позволяет автоматически регулярные платежи вводить, забудьте про нее, даже не напрягайтесь. Потому что за этим завтра у всех фондов, а у некоторых уже сегодня. У нас, например, на регулярных платежах в прошлом году было собрано около 30 миллионов. Это автоматически, ежемесячно регулярные платежи. В этом году эта сумма будет больше. Так, если КАФ напомнит, еще раз скажу, я кину список этих критериев. Да, Яндекс.Деньги, конечно. Яндекс.Деньги, обращаю ваше внимание, специально. Яндекс.Деньги не как способ платежа, именно вот этот Яндекс.Кошелек, то, что называется. А как платежная система, принимающая в том числе пожертвования картами. Яндекс.Деньги сейчас уже создал продукт, специальный для фондов. Подключают они его быстро, но говорят, что они за неделю справляются с подключением, а в ближайшее время выйдут на режим, что подключают за три дня. Полностью готовый продукт для приема платежей карточкой. Связывайтесь с Ильяной Ааман, ну или с кем-нибудь еще в Яндекс.Деньгах. И называется это касса благотворительности. И все, и вам все подключат. Они будут совершенствовать этот продукт, со временем сделают его лучше, но в том виде, который сейчас есть, вроде бы он уже работает, поскольку я знаю. У меня пока его нет, мы пользуемся Хронопей. И настраиваем его полностью сами. Так, дальше. Дальше. Вот тут был совет по поводу платежной системы еще, что почти любая имеет возможность совершения регулярных платежей. С одной стороны, да, но здесь есть один нюанс, про который мало кто знает. Есть, грубо говоря, два основных механизма, по которым могут проходить регулярные платежи. Механизм первый. И он есть как раз почти у всех платежных систем. При совершении платежа делается отметка о его регулярности. И эта отметка сохраняется у вас. То есть через месяц или через неделю, как вы договоритесь с донором, вы должны отправить в платежную систему некий сигнал, но со своего сайта, это можно все автоматизировать, который скажет платежной системе. По такому-то коду платеж повторить. То есть если вы не отправили этот сигнал, платеж повторен не будет. То есть получается, что ответственность за все эти платежи, вся система хранения и напоминания про эти платежи, все это должно быть на вашей стороне. Вот это механизм, который есть действительно почти у всех. Механизм, который есть мало у кого, и это главная причина, почему мы работаем с Хронопей, это все то же самое хранится на стороне платежной системы. То есть мы вообще можем забыть про донора с момента, как он совершил первый платеж. Система сама, без наших напоминаний, через месяц повторит его платеж. Если платеж не получится, денег, например, нет на карте, то через день-два попробует еще раз. Потом выждет паузу, попробует еще раз. То есть будет пытаться поймать момент, когда есть деньги, но, соответственно, если не было, значит не состоялось. Но мы об этом вообще не думаем, потому что система все делает. Вот этим Хронопей для нас пока выгодно отличается от других, хотя к нему есть тоже ряд претензий. Зоя, про срок первой коммуникации я говорил. То есть это реакция на пожертвования желательно максимально мгновенная. В нашем случае, если мы говорим о прямом диалоге, то это на следующий день. Если приходит платеж картой, допустим, вот я смотрю, я вижу, если совершается платеж на сайте, то я вижу этот платеж сразу. Я могу через 10 минут после этого позвонить человеку и сказать спасибо. Если это был крупный платеж, то разумно это сделать даже в тот же день. Но лучше не позднее, чем через сутки. Ну и выстраивание вот этой первой коммуникации из нескольких шагов должно быть месяц-два в зависимости от канала, к которому доноры приходят. В организации всего 8 человек. Сколько человек должны как минимум направить на фандрайзинг? Нет готового ответа на этот вопрос. Потому что зависит от ваших планов. Если организация маленькая, у нее нет амбициозных планов на рост, и она устойчивая и прочее, то может быть достаточно четверть времени директора. Если у вас планы на рост, то нужно будет выделить ресурсы. Как минимум один из этих людей должен полностью заниматься только фандрайзингом. Мне очень нравится цитировать Билла Викса. Это в прошлом вице-президент Nature Conservancy, американской организации, который говорил, что у него в организации с 3000 человек всего 60 не занимаются фандрайзингом. То есть любой сотрудник, хоть какой-то вклад, фандрайзинг может вносить. Не обязательно бегать искать, но хотя бы давать красивые истории программные, чтобы их можно было закладывать в основу писем. Кто консультировал нас по вопросам настройки систем, как найти этих консультантов? Знаете, это так давно было, что мы уже давно все сами настраиваем и другим рассказываем. Вот хороший вопрос на самом деле. Как одному сотруднику фонда даже с волонтерами выполнить, я не понимаю, что выполнить, но, возможно, имеется в виду выполнять все. Есть, во-первых, да, банальный и малоприятный совет это начать со стратегии, то есть вернуться к своему, к основам. Посмотреть, что мы хотим из себя представлять через год, 2-5 и так далее. Вот второе, начинать надо не просто с малого, я бы сказал, с простого. Не нужно строить сложную систему, не умея еще в ней работать. Начинайте всегда с самого простого, то есть ближайшего круга. Если мы говорим о частных донорах, то первый список частных доноров у вас может появиться без, у вас еще сайта даже может не быть, а список доноров уже будет. Откуда? Откройте свои визитницы. И пролистайте. И выпишите. Откройте визитницы директора, члена правления, друзей, знакомых. Возьмите 2-3 людей, с которыми вы в очень хороших отношениях и знаете, что у них полно друзей, знакомых, партнеров. Договоритесь с ними на получасовую встречу, посидите, попейте кофе и полистайте их визитницы. Или мобильные телефоны. Но не просто вопрос по телефону, слушай, а кому мне сходить за деньгами? Он скажет, ну сходи вот к этому. А именно сидите вместе листать. И тогда у вас будут первые десятки потенциальных доноров сразу. Это очень просто. Но при этом, опять же, это просто, бесплатно. И все. Так, смарт-респондер. Я не пользовался смарт-респондером, просто я знаю, что он есть. Знаешь, там, Макс Хиггер, да, или Евгений Попов, кто там из них всем этим занимается. Не суть. Да, знаю, что есть такой. Вполне возможно, что он тоже подойдет. Мейлеров много. Слабое проникновение интернета. Вам не нужно большое проникновение интернета в ваш город. Еще раз повторю, интернет не имеет границ географических. В ваш город проникновение должно быть оффлайновое. Через онлайн вы обращаетесь не к жителям своего города, а к жителям интернета. Это другой мир. А их много. Если говорить про поддержание базы доноров, такой, как у нас, при том, что она развитая, 20 тысяч и так далее. У нас есть один человек, который процентов 10 своего времени уделяет технической стороне этой базы, и один человек, который ведет всю коммуникацию в базе. И она не только ведет там данные и вносит, и закачивает, она еще продумывает, каким образом этих людей апгрейдить, что им отправить и так далее. То есть, это на самом деле не так уж много. Но понятно, что у нас процесс уже выстроен, а при выстраивании, конечно, потребует большего количества ресурсов. есть ли целевая аудитория не кошечки и собачки организации НКО, как можно подружиться с частными донорами? Тут чуть сложнее. То есть, всегда те, кто занимается природой, завидуют тем, кто занимается детьми, потому что детей любят больше. Правозащитники завидуют тем, кто занимается природой. Те, кто занимается ЛГБТ-сообществом, завидуют правозащитникам и так далее. То есть, всегда у кого-то будет тема легче. Я думаю, что вам нужно просто, если вы все-таки думаете о работе с частниками, имея при этом не очень красивую, может быть, не такую вкусную тему, то советов два. Первое, это внимательно продумывать именно целевую аудиторию, потому что, например, сотрудники консалтинговых компаний типа Boston Consulting Group и тому подобное, гораздо более прагматичны в выборе того, кому помогать и как. Их меньше трогают эмоции, в большей степени они думают о системности. У них работа такая. И они, допустим, могут с гораздо большей вероятностью помогать решению системных задач типа поддержки НКО и так далее. Ну, собственно, это я цитирую сотрудников Boston Consulting Group, которые мне рассказывали, как они принимают решения. Это один момент, то есть тщательная проработка целевой аудитории. А второй, это перепаковка вашего продукта. То есть продукт может быть невкусным, но он может вкусно выглядеть. Потому что что такое поддержка НКО? Это скучно, неинтересно и непонятно. С одной стороны. С другой, можно по-другому это подать, что сделали операцию ребенку, спасли ему жизнь. Помогли бабушке перейти через дорогу. Старость в радость сделала еще что-то. Все это делают благотворительные организации, и мы сделаем так, чтобы им было хорошо, чтобы они эффективно, успешно работали. То есть вы просто вводите себя немножко в тень, и пиарите, и продвигаете в первую очередь те добрые дела, которые делаются благодаря вашей поддержке. Хотя цепочка состоит там не из одной вашей организации, а из двух, потому что кто-то еще кому вы помогли. То есть просто перепаковывайте свой продукт. Вот, наверное, эти два совета я бы дал сейчас. По поводу у мелких фондов еще раз, опыт крупных и мелких. Тоже несколько комментариев. Первое, что я уже сказал, начинайте с простых вещей. Не замахивайтесь на сложную, навороченную базу данных, вы там убьетесь, а результативность будет близкая к нулю. Начинайте с малых вещей, как говорил Никулин в операции, и тренируйтесь на кошечках. То есть маленькие процессы, маленькая цена ошибки. Ничего страшного, если вы ошибетесь на письме к 10 донорам. Будет хуже, если вы начнете строить сразу слона и ошибетесь на рассылке 100 тысяч доноров. Вот один момент, это маленький совет. И второе, у больших фондов есть, конечно, то, что трудно повторить, но есть и огромный плюс. Мы можем себе позволить, тратя порой время, силы, ресурсы, создавать готовые уже продукты и приносить готовые решения. То есть мы набили шишки, где-то даже потеряли деньги, но при этом то, что я вам рассказываю, это уже проверенное, отработанное годами. То есть вы берете уже готовые, прям смотрите, что из этого вам легче применить, то и берите. Не надо все. Так... Значит, по поводу примеров на маленьких фондах. У меня не так много примеров на маленьких фондах, естественно, потому что я эти примеры получаю от самих маленьких фондов, кулуарно, в разговорах, на белых ночах фандрайзинга и прочее. Знаю, что есть фонды очень успешные, которые начинали вроде бы с того, что также говорили, что они маленькие, и просто пытались, да даже и на моих семинарах, на других что-то из этого узнать, освоить, попробовать. Пример, который мне очень нравится, это фонд Алены Петровой. В Томске. Десять лет назад они сидели и хлопали глазами, что как это все сложно, непонятно и интересно. Сейчас это один из ведущих фондов этого города, и мне кажется, Томск вообще им принадлежит. Они так вот методично, шаг за шагом, пробовали отдельные вещи, начиная с рассылок, заканчивая платежными системами и так далее. Так, презентацию я сказал, что дадут всем. Еще раз про базу данных. Насколько задействована IT, бухгалтерия, как подтягиваются платежи. Значит, платежи через Сбербанк у нас не подтягиваются, хотя в «Подари жизни» это вопрос решен, и там это автоматизировано, но это было очень сложно. У нас основной, во-первых, как люди нам платят? Они платят по тем каналам и теми способами, которые мы сами им предлагаем. Мы активно продвигаем платежи картами на сайте. Поэтому у нас Сбербанковский поток очень маленький. Значит, как это все заканчивается? Я могу сейчас сделать следующее. Давайте я просто сейчас расшарю экран. Как? Так, как это делается? Сейчас найду. Забыл, где эта кнопка. Значит, смотрите. Вот сейчас сейчас у вас должен появиться мой рабочий стол. Сейчас только я разрешение поставлю побольше. Зой, не спеши. Это интернет. Вот. Так. Сейчас видно? Скажите, видно ли мой рабочий стол сейчас? В том месте, где была демонстрация, презентация, сейчас мой рабочий стол. Вот. Вот это наш сайт. Допустим, здесь, ну сейчас он будет скоро изменен. Здесь есть формы для платежей. Люди заходят, делают пожертвования, выбирают сумму, ежемесячно, вводят свои данные и так далее. В это же самое время в административной части нашего сайта. У любого сайта есть админка. И на какой бы системе он ни делался, где-то у вас там прячутся таблички, которыми вы можете управлять и брать оттуда данные. Вот у нас есть раздел пожертвования. Вот сейчас я его только что обновил, и вы видите, что вот здесь есть платежи. Как только на сайте нажимается кнопка совершить пожертвование, в этой табличке появляется запись. Как только платеж успешно проведен, со стороны платежной системы нам приходит так называемый коллбэк, и здесь делается отметка, что платеж совершен. Вот, пожалуйста. 17.02.12.39. Сколько сейчас времени? 12.39. Это означает, что только что 12.39, вот, 12.38, 12.39, 12.39, только что прошло несколько платежей. Вот, написано статус окей, ежемесячный, банковской карты через канал Face to Face, вот ID транзакции, сумма, здесь где-то правее, 400 рублей, 1000, 400, 1400, 400 и так далее. Вот данные карты, первые и последние цифры, какая карта, срок ее действия, 10.16 года, 8.15 и так далее. То есть, вот по этому человеку мы понимаем, что 400 рублей ежемесячно от него приходит и будет приходить до 10. месяца, 16. года. То есть, на ближайшие полтора года нам гарантировано его 400 рублей в месяц. Ну, гарантированно громко сказано, может карта у него заблокироваться, может он передумать и так далее, но вся система коммуникации с ним настроена так, чтобы он продолжал нам жертвовать со своего счета все эти банки и так далее. По каждому здесь можно все это посмотреть. Раз в день, утром, приходит мой сотрудник и вытаскивает вот эту табличку, все платежи за вчерашний день. Нажимает кнопочку, табличка выгружается в Excel. Переходит в базу, нажимает еще одну кнопочку, таблица загружается в базу. Все, то есть это все автоматизируется. Понятно, что мы к этому шли достаточно долго, но принцип именно такой. Руками заносится очень-очень мало. Так, теперь, и еще тогда я покажу одну штуку, раз я расшарил. Вот это админская часть платежной системы Хронопей. То же самое. Вот мы видим в реальном времени совершающиеся платежи. Сейчас я ее рефрешну. 17.6.36 это утренний. Сейчас она обновится и будет по состоянию на сейчас. Здесь видно, что регулярные платежи, ну там, какие-то новые получаются, какие-то регулярные проходят. Все это можно отслеживать. Вот. Видите, вот это вот не очень хорошая картинка. Надо будет мне проверить, что тут не так. Большое количество регулярных платежей не удалось. Вот за сегодня 9.40. Система делала попытку повторить регулярные платежи. Видите, какой-то прошел. Вот регулярный платеж на 400 рублей Анастасия Пегова. А какие-то не удались. Может быть, у людей нет денег на счете. Может быть, у них карта заблокировалась. Это надо проверять. Вот. Это можно будет залезть в детали платежа и посмотреть, что там не так. Но в принципе здесь можно на самом деле очень много всего подчеркнуть. Все это, как только вы пришлете платежную систему, все у вас будет. В любой платежной системе так или иначе это все есть. Вот. Ради интереса сейчас я пока загружу. Вот вся статистика. Просто обобщение, например, всех платежей сейчас он грузит с начала этого года. Имеется в виду все платежи, прошедшие только через эту платежную систему. То есть у нас на сайте Хронопей, включая Ребилы, так называемые, то есть повторные платежи. Ну, вот где-то 7 с лишним миллиона от 1 января по сегодня. Это деньги частных доноров, системных, постоянных. И вот видно, по каким суммам они разбивались. Да? Тысяча рублевые. Вот. 800, 600 и так далее. Через какое-то время у вас у всех все это будет, если вы это, опять же, хотя бы начнете строить. Так, в админке платежи привязаны к платежной системе. Не, у нас настроена связь между платежной системой и нашей админкой. И, конечно, да, надо настраивать совместно. То есть, когда вы подключаете платежную систему, вам дают инструкцию для технаря, вы ее не поймете, и я ее не пойму, где будет написано, какие коды куда прошить. Потом их служба безопасности проверит ваш сайт, что он существует, что он там на реальном домене и так далее. К нужным местам пришьются защищенные протоколы, там, где идет передача данных, карты. Но фактически данные карты у нас не вводятся и не хранятся у нас. То есть, просто в момент, когда нужно будет вводить конфиденциальные данные, идет переброс на платежную систему и все вводится там, как при любом интернет-платеже. На Джумле, думаю, вполне можно сделать то же самое, никаких проблем. По поводу СМС-доноров. Скажу сразу, у нас нет опыта работы с СМС-донорами, я имею в виду именно у детских деревень. Но могу сказать, что можно с ними делать. То есть, по-хорошему, у вас есть номера их мобильных. Если вы в оферту на сайте зашьете где-то, что совершение там некого действия с помощью мобильного телефона означает согласие с условиями оферты, в которой написано, что вы оставляете за собой право на, например, коммуникацию с теми, кто сделал вам пожертвование через СМС, то есть, какие-то такие вещи подстрахуете, если чисто юридически, то можете этим донорам в зависимости от суммы позвонить или отправить СМС. Благодарственная СМС-ка у вас зашита в любом случае, наверняка. Но кроме этого, посмотрите, есть ли сумма больше 500 рублей, то обзвоните их, узнайте, хотят ли они с вами дружить, готовы ли они вам помогать чаще, откуда они про вас узнали, пообщайтесь с ними просто и по-человечески. Любой массовый канал, любая массовая коммуникация, которая у нас сейчас есть, вначале тестировалась. То есть, мы вначале придумывались какие-то идеи, были гипотезы, потом мы все это тестировали. То есть, например, а давайте обзвоним СМС-ных доноров и предложим им сделать пожертвование кредитной картой. Ну, я сейчас сочиняю, опять же. И мы не начинаем обзвонивать тысячу человек. Мы берем 10, 20, обзваниваем сами. Не сажаем за это девочек специально обученных, ни колл-центр, ничего. Просто обзваниваем сами, смотрим на реакцию, корректируем что-то в разговоре, понимаем, что нет, это им неинтересно, но зато у них был явный интерес к чему-то еще. И вот так постепенно попробовав, протестировав, вы можете потом ввести уже что-то в свою постоянную систему. Все, что в системе сейчас есть, в любой отработанной, это всегда вначале было гипотезой, потом проверка ее, потом корректировка, и только после этого это входит в систему. Вот, так что смс-нами можете попробовать так. У коробочного продукта Яндекса, да, возможно, еще этого нет. Я, честно говоря, живьем еще его в работе не видел. Так что, Зой, может быть, ты мне как-нибудь покажешь, если у вас уже это заработало. Но, во-первых, не обязательно прям сразу все это знать, это можно со временем постепенно добавлять. Важно с чего-то начать. Во-вторых, это первая версия этого коробочного продукта. Яндекс его выпустил уже работающим, за что им большое спасибо, но кроме этого они будут со временем его совершенствовать. И от обратной связи очень много зависит. То есть, если все дружно хором будут говорить, нам важно знать expiry date карты, то Яндекс это каким-то образом зашьет. По поводу смс-пожертвования было еще что делать. что делать, чтобы их получать. Никак не можем найти свой путь привлечения доноров через смс-пожертвования. Значит, смотрите, есть, помните, 10 основных каналов привлечения, 10 основных механизмов, инструментов и прочее. не надо хвататься за все и более того, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Если мы говорим про смс, бесполезно заниматься этим каналом, если у вас нету продвижения. Если у вас нету либо телеканала какого-нибудь, либо радио, то на смс-ке можете не рассчитывать. смс работает только при массовом покрытии. Три основных причины, почему это так хорошо получается у Русфонда. Первое, потому что это первый канал. Второе, потому что это грамотно сделанная человеческо-эмоциональная история, то есть не 15-секундный ролик, а трехминутный сюжет или двух, неважно. Третье, потому что это собственно смс, это легкий способ перевода денег у человека в левой руке пульта телевизора, а в правый мобильный телефон. И в этот момент 50 миллионов человек или 70 сидит в прайм-тайм, смотрит первый канал и видит потрясающую историю. Поэтому это успешно. Если у вас нет телевизора или радио, не парьтесь по поводу смс-ок. Тоже касается, например, краудфандинга. Его роль очень сильно, на мой взгляд, преувеличена, его значение. Ну, ладно, это к тому, что выбирать. Так, вот вот презентация, я уже говорил, должны остаться у КАФ. Так, что Яндекс делает? Что Яндекс делает за неделю? Да, ну, да, имеется в виду, что их стандартный, готовый, платежный, там, готовая платежная страничка, где они просто поставят вашу историю и ваш текст и вашу картинку. Это верно. Но, слушайте, это первый шаг. Это для тех, у кого нет ничего, это, на самом деле, уже очень хорошо. Потому что самое сложное здесь, то, чего у вас точно нет, это сама платежная система. Дальше они будут это совершенствовать. И, насколько я помню, Яндекс, в смысле, Яндекс деньги, они очень серьезно настроены, сделают очень хороший продукт. Десять способов я не буду перечислять. Еще раз, они были в презентации, мы о них говорили. Так, там что-то еще в вопросах мигает. А, этот, это тоже, да? Если какие-то есть вопросы, задавайте. Настроить для себя в платежной системе. Вообще, можно почти все настроить. Значит, что мы настраивали? Во-первых, настраивали получение, скажем так, по умолчанию был один набор сервисов. Я сейчас говорю про Хронопэй, потому что с ними у нас все отработано до деталей. Значит, что было по умолчанию? По умолчанию они просто проводили платеж и все. И давали нам самый минимум информации. То есть, фактически давали только подтверждение успешности платежа. Мы выгрузили от них, вот у меня сейчас стол по-прежнему демонстрируется, да? Давайте сейчас я тогда покажу прямо на примере рабочего стола. Скажите, видно еще мой рабочий стол, да? Кто-нибудь там сигнальте? Да, хорошо. Все, вижу плюсики. Значит, смотрите, вот из этих данных по каждому платежу частью у нас в начале не было. мы попросили Хронопей, чтобы нам в коллбеке, то есть, вот в этом вот обратном звонке, в обратном сигнале об успешности платежа сообщали, помимо ID клиента, который у них там есть, название банка, номер карты, первые и последние цифры, тип ее, экспайридейт, по умолчанию этого не было. Это мы все попросили, чтобы нам сообщали в коллбеке. То есть, первое, мы настроили с ними, какие данные они нам передают обратно. Второе, что мы с ними настроили, это сумма регулярных платежей. Сейчас уже это даже не обязательно, сейчас можно любые суммы ставить, но раньше это был некий ограниченный набор сумм, и поэтому мы говорили, какие суммы нам нужно показывать, какие нужно предлагать. Третий момент, очень хорошее замечание Татьяны, как раз по поводу подтверждения по 3G. Имеется в виду не 3G, это в общем 3G Secure, да. Короче, система подтверждения по SMS-ке либо особыми кодами каждого платежа. Когда мы тестировали, я обращаю ваше внимание на слово тестировали, прежде чем что-то серьезное запускать, мы всегда тестируем. Вот когда мы тестировали первую акцию прямой диалог, первое, с чем мы столкнулись, это что вот этот 3GS мешает совершать платежи. SMS-ка может идти чуть дольше, чем нам нужно. Решение человек принимает быстро, вот он стоит перед нами с карточкой, и мы не можем завести его платеж. То есть иногда SMS-ка приходит не так быстро, и человек ушел. Иногда к карте привязан другой телефон, иногда телефон просто разряжен. то есть вот это все нам сильно мешало. И мы ее просто отключили. Мы подошли к Хронопей, и они сказали, что все это поддается корректировке, они согласовали это на необходимом уровне, и 3GS было отключено. Естественно, на ребилах это должно быть отключено в любом случае, потому что если человек идет повторный платеж сам по себе, то понятно, что никакой SMS-ка он его подтвердить не может. Но мы отключили даже на элитные платежи, то есть первые, вот эти инициирующие. Соответственно, это тоже поддается корректировке. Следующий момент, то, что поддается корректировке, это порядок ребилов, то есть совершение регулярных платежей. Мы сталкивались с тем, что у людей не было денег на карте в день списания, а система по умолчанию работала так, что она пробовала 3 дня по 2 писать, после этого прекращала попытки и только на следующем месяце пробовала снова. Но бывает так, что человек подписался в неудобный день, например, за день до зарплаты. Моментные деньги обычно за день до зарплаты у него денег на карточке нет. Получается, что у нас появился донор, у которого почти никогда не будет денег. Мы перенастроили систему так, что она теперь делает в течение всего месяца попытки списать деньги. Попробовала списать, не получилось. Через 2 дня еще попробовала, не получилось. Через 3 дня еще попробовала. То есть попытки так равномерно распределены в течение всего месяца. Получается, что мы добираем деньги, то есть человек получил зарплату, ему деньги пришли на счет, у него списалось. Все нормально, никаких претензий по этому поводу не было то есть вообще какой-то небольшой процент в частных в частном фандрайзинге всегда нужно но на учитывать что всегда будет какое-то недовольство это нормально если у тебя тысяча человек в какой-то коммуникации всегда будет из них 10 человек или 5 или 20 которых что-то не устраивает наша задача скорректировать по мере возможности все наши активности чтобы на недовольных было меньше чтобы они к нам не попадали чтобы там отработать претензии оставить человека в конце концов счастливым то есть вот эта коммуникация обратно с нашей стороны очень важна в том числе и работы с претензиями особенно когда это касается не очень популярных акций и непривычных вот наша акция прямой диалог относится к таким она массовая она нам дала 15 тысяч доноров за год на сумму 30 миллионов они нажертвовали она продолжается и дает там до 1000 новых в месяц сложная но вызывающие периодические вопросы и нарекания соответственно мы ее корректируем а каждую претензию стараемся отработать и оставить людей в конце концов довольными как показывает наша практика при оперативном реагировании правильном человеческом отношении все корректируется все перестает быть проблемой пока собственно когда я отвлекался 20 минут назад это был как раз звонок срочный где-то полиция задержала какого-то из наших представителей интересовались что это такое как судя по я просто ответил смс чтобы этим занялся другой человек судя по тому что меня за эти 20 минут ни разу не дернули скорее всего проблему решили просто поговорили объяснили извинились если это нужно было и все то есть думаю что проблем этих больше нет сейчас когда закончится вебинар проще вопросы есть еще так я тогда закрою свой рабочий стол в смысле уберу демонстрацию все тогда тогда заканчиваем надеюсь что в этом был что-то полезное в принципе еще расскажу начинайте с небольших вещей базу нельзя тиражировать нас отдавалась для конкретной организации то что она есть еще в одной организации это скорее исключение чем правило но и потом она настолько сложная что одна ее установка потребует от вас отдельного специалиста по ораку и так далее это с точки зрения цитата от ресурсов не самый простой вариант все тогда всем спасибо я потихонечку отключаюсь всем удачи спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...